Каждый раз, когда я начинаю подмерзать в походе, я думаю о той самой вещи, которую выложил в последний момент. Эх, можно ли было бы заранее спагнозировать погоду и подобрать под условия подходящий, утепляющий слой? Ну, конечно, можно. Всем привет! Меня зовут Андрей. Я являюсь основателем одного из крупнейших сообществ облегченного туризма, поклонником спортивных одиночных путешествий и ведущим канала о легкоходстве. В сегодняшнем видео я хочу поделиться своим опытом использования утепляющего слоя в разных погодных условиях. Начну с истории. Однажды в сторис приятеля я увидел фотографии с восхождения на Эльбрус. Это были очень красивые картинки с гладью облаков и стремящихся вверх пиками гор. Я тоже захотел это увидеть и, вооружившись интернетом, пошел искать информацию, что же нужно брать в горы. Выписал все в отдельный листок и пошел и купил это все. Две куртки, две флиски, две штормовки и, на всякий случай, три спальных мешка, один из которых синтетический на минус 20. И огромный рюкзак под все это дело. Что же, думаете, случилось? Поднимаясь на первую же гору, пошел мелкий снегодождь и я просто наделся на себя. Это был ужас и страдание, потому что мне было не тяжело. Мне было просто жарко и в момент остановок я замерзал от того, что был насквозь мокрый. С тех пор я пообещал себе больше не быть заложником соцсетей и начал вникать в свойства тканей и особенности организма при нагрузках. Итак, сегодня мы поговорим о том, как подобрать теплый утепляющий слой, но не превратить поход в страдания. После того, как мы определились с условиями похода, нам нужно подобрать комплект, который работал бы в них оптимально. Конечно, для каждого сезона нужно внимательно забирать и утепляющий слой. Это может быть как легкий или средний флис, так и синтетическая куртка. Причем каждый из этих видов утепления будет хорош в определенном диапазоне, поэтому возьмем такой пример. Мы собрались свой отпуск провести в горах Архиза. Условно середина июня, а значит, что снег еще не везде растаял и ночью может быть около ноля. Днем в районе плюс 5, плюс 20, в зависимости от погоды. И да, именно так, примерно схожие цифры мы можем наблюдать и в других локациях. Назовем это Среднегорье. Итак, мы понимаем, что летом в отсутствие облачности примерно в 8 утра встает солнце. Поэтому для активного движения нам не потребуется утепляющего слоя. Мы надеваем на себя просто термобелье и если ветрено, ветровку. Если же погода и вовсе испортилась, нам требуется что-то срочно на утепление. Допустим, пуховка. Пуховка чаще всего служит как бивачный элемент утепления. И сейчас делают пуховки достаточно легкие и компактные. Она у нас лежит всегда в рюкзаке и может служить элементом экстренного утепления. А в случаях с холодным дождем, ну, может бы надеваться и под мембранную куртку. Можно использовать также и жилет. Вот, допустим, из серии Чимган, который сделан из гусиного пуха. Будет отлично служить утеплением. И излишки тепла из подмышечной области будут свободно выходить наружу. Но, поскольку пуховые куртки состоят из сэндвича, состоящих из двух слоев плотной ткани и внутреннего утеплителя из пуха, такое изделие может быстро намокать и долго сохнуть. А при подъеме в горку создавать дискомфорт из-за плохого введения влаги. Поэтому пуховую куртку оставляем для утепления на стоянках. А рассматриваем второй слой утепления. Это легкий флис. Сейчас есть достаточно много разнообразного флиса, который применяется в качестве утепления для движения. Хорошо работает он за счет своих влагоотводящих свойств и легкого веса. Его можно использовать и как верхний, и как средний слой. Он, опять же, быстро сохнет и отлично сохраняет свои свойства даже в мокром состоянии. Например, в отличие от пуховки, полностью мокрую флиску можно выжать и надеть на себя, а спустя несколько минут получить просто теплое и практически сухое изделие. Флис, конечно, бывает разным, с разной плотностью и разной структурой. Допустим, сейчас покажу вам для наглядности три варианта флиса, которые подходят под описанные нами задачи, но будут отличаться немножечко в своей работе. Первый вариант флиса – это флис с гридовой структурой. Такой вариант чаще всего используют с плотной посадкой для того, чтобы выводить излишки влаги наружу. Он не очень сильно перегревает, отлично работает и под рюкзаком, и в целом достаточно компактно складывается. В данном случае флис в районе 200 грамм на метр, но за счет своей вафельной структуры, соответственно, он нас не перегревает. Следующий идет флис классического формата, в данном случае в виде пулловера. Это сотый флис, который можно использовать не только летом, но и зимой. Он сохраняет свои дышащие свойства. Зимой его можно использовать в качестве утепления под высокую активность, а летом можно использовать его как утепление для лагеря, так же как утепление в моменты, когда у вас пошел дождь, например, и вам стало резко холодно. То есть вы его поддеваете и продолжаете движение, не моча ваш пуховик. То есть это активная изоляция. Следующий же вариант по флису является тем же самым, что мы посмотрели только что, но более толстым. Все свойства такие же, как у предыдущих. То есть это классический флис с полноценной молнией, которую мы можем использовать в более прохладную погоду, которую мы можем использовать на стоянках. Но такой флис весит больше, чем, допустим, синтетическая куртка, которая может быть еще теплее при равном весе. Лично я фанат рыхлого флиса с высокими влаготворящими свойствами. Например, как термобелье из лидового флиса. Третий вариант утепления является довольно интересным и совмещает в себе свойства двух перечисленных ранее. Это легкая синтетическая куртка с дышащей или ветрозащитной тканью. Куртка такая может служить как утепление для бивока, как утепление при движении, поскольку зачастую они сделаны из более дышащих тканей, чем пуховки, а значит, что они быстрее сохнут. При этом по весу они часто при равной теплоизоляции сильно выигрывают у флиса. Конечно, они бывают с разной степенью изоляции и с разными свойствами внешней ткани. Для использования при активном движении рекомендуется рассматривать с точки зрения применимости под условия. Это может быть куртка с наполнением утеплителя как 60 грамм на метр, так и 120, где количество утеплителя напрямую влияет и на степень изоляции. А также и от вида внешней ткани. Воздухопроницаемой назовем это хорошей дышимостью, или же с оболочкой из ветрозащитной ткани, которая при прочих равных сделает изделие более устойчивым к ветру и более теплым. То есть, если мы хотим активно двигаться в прохладную погоду, без перегрева, мы берем куртку «Сплав Барьер Лайт». Такая куртка будет отлично отводить излишки тепла и при необходимости под курткой отлично его сохранять. А если хотим получить комбинацию сразу из теплого и ветрозащитного слоя – куртку «Сплав Пейс». Обе куртки обладают минималистичным дизайном, имеют среднюю степень изоляции и подходят под использование в три сезона. Итак, подведем небольшие итоги. Пуховая куртка обладает низким весом, хорошими изолирующими свойствами и всегда пригождается нам при резком падении температуры вечером, но не подходит для активного движения в горах и особенно во влажных условиях. Флис непривередлив и даже мокрым сохраняет свои изолирующие свойства. А синтетическая куртка зачастую теплее и при равных условиях легче флиса. Применяется чаще всего в условиях с низкими температурами. Каждый слой работает в своей области условий и, понимая их, вы можете найти лучший вариант для себя. С вами был Андрей Каулько и еще увидимся. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин